Я вас приветствую, друзья! Пора узаконить свои отношения. Как это сделать, знает Ирина Кольева. На её канале «Разбор по полочкам» всех этапов подготовки к свадьбе. Будет интересно не только невестам, но и подружкам. Подписываемся. Ссылка в описании. Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. И уж чего только я не вещала. С экранов ваших гаджетов. И уж о чём я только не говорила. И о калитре, и о пенисе, и о мастурбации, и о вагуляции. Хочется теперь поговорить о нормальной физиологии. Знаете, студенты-медики в втором курсе изучают такой предмет нормальной физиологии. Экзамен потом сдают. Трудный такой предмет для понимания. И надо как-то всё-таки уметь комплексно этот предмет восприять. Вот сразу как бы человека в целости вместе с его разнообразными порывами. И вы знаете, кто как не старшие товарищи помогут молодёжи разобраться вот в этих основах физиологии. И поэтому я такой подобрала, знаете, вот такой, знаете, папури из разнообразных, очень высокохудожественных произведений мировой литературы для того, чтобы лучше понять нормальную физиологию человеческого организма. Ну вот, чтобы уж далеко не ходить за примерами, начать хочется с Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин же это наше всё. И он описал основы социальной, основы гигиены тела ещё до того, как этот предмет был, знаете, изобретён. Вот всё сказал Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, что блажерный, кто рано поутру имеет стул без понуждения, тому и пища поутру, и все доступные наслаждения. Знаете, так правильно сказал, вот действительно, у кого не нарушен стул, и кто это делает поутру, поутра, тот поступает мудро, потому что в течение следующего дня ничего не отягощает хок его мысли, и он может сконцентрироваться на предмете, так сказать, своей деятельности, а не на том, как было бы сейчас хорошо остаться наедине, сосредоточиться и, в общем-то, так и так далее. Следующим произведением, которое привлекло моё внимание, было высказывание психиатров о клинике шизофрении, когда пациенты описывают то, что им вот важно. Не с точки зрения каких-то, в принципе, всем людям понятных вещей, когда мы выделяем главные какие-то признаки и говорим, вот это нравится, это не нравится, и мы друг другу адекватно понятны. В клинике шизофрении есть такой момент, когда человек выделяет второстепенные признаки, и вот то ли это вот пациент такой сочинил, то ли это врач так талантливо суть его бреда в историю болезни перенёс, но там были такие слова. Когда спросили его, почему тебе нравится именно женщина эта, а он ответил, ноги чуть-чуть с кривинкой, то признак больших страстей, не женщина, а картинка, ангел в душе моей. Очень хорошие слова. Следующим, так сказать, учителем моего понимания нормальной физиологии был мой дядя. Вы знаете, мой дядя закончил педиатрический факультет в Питере, и, вы знаете, несмотря на то, что они вроде как были педиатры, совсем даже не урологи, но люди тоже были в материале, понимали, в общем, так сказать, основы нормальной физиологии. И мой дядя мне в письме даже написал, не в соборе кафедральном, венчан я на склоне дня, с низким уровнем моральным есть подружки у меня. Вот как мой дядь куроря сил молодости. А еще, продвигаемся, очень часто говорят, что нет здоровых людей, есть плохо обследованные больные. Ну, вот так сказать, если покопаться, у всех можно найти какую-нибудь патологию и здорового человека сделать больного. И моя подруга, она вообще очень серьезный врач, она занимается клинической лабораторной диагностикой. Ну, там и козы всякие диагностируют, малярии, допустим. Вот, и она такой стишок про это сочинила. Мы не будем унывать, мы не станем унывать, что мало патологий. Надо лучше изучать учебник урологии. Вот, и так, можно прямо в алфавитном порядке у всех что-нибудь найти. И так, не знаешь, как из здорового человека больного сделать? Так, почитай учебник, а там вот, ничего не придумаешь. Я, знаете, подхватила эту эстафету. Вот, из клиники мочевой симптоматики, вот такой тоже сочинила. Что за зов изнеможения раздается вглубь и вширь? Это от изнеможения рвется мочевой пузырь. Вот, ну и вот так вот. А от переполнения рвется мочевой пузырь. Ну и, наконец, чтобы уж завершить данную тематику. Вы знаете, я вот когда всех с Новым годом поздравляла, я думала, что вот стихотворение, вот, при мне нет, это вершина моего творчества. Это так вдово получилось. Ну, лучше уже нельзя сказать. А знаете, нет, вдохновение пришло. Я вот тут покопалась, покопалась в своих мыслях. И вот такое родилось стихотворение о нормальной физиологии человеческого тела. Главное, что сделаю. Итак, как хорошо в уборной посидеть, где можно и пописать, и покакать, от счастья можно даже и заплакать, и можно даже песенки попеть. Как хорошо в носу поковырять, Козюли горы с места пальцем сдвинуть, Мозгой при этом деле пораскинуть, Потрепанные мысли стасовать. Как хорошо в постельке полежать, Самозабвенно можно где поплукать, Больную голову в подушке убаюкать, Причмокивая лапку пососать. Недурно на досуге и поесть, Нажраться можно даже и напиться, И можно даже в сласть повеселиться, И вновь потом в уборную присесть. Как хорошо крутиться в круге сём, Мораль ясна. Мы все близки к природе, Стремимся к звёздам, Успеваем вроде, Но остаёмся каждый при своём. Я вас люблю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»